Привет! Как дела? Сегодня я расскажу вам про зомби-волк, день зомби, который проходит в Лондоне с 2008 года. Что это за всемирный день зомби и как он появился? В 2006 году, за два года до того, как он появился в Лондоне, флешмоб зародился в Америке, в городе Питтсбург, штат Пенсильвания, после волны успешных кинокартин и сериалов о живых мертвецах. Особенно популярным стал фильм Джорджа Ромео «Рассвет мертвецов». После этого молодежь высыпала буквально на улицы Питтсбурга. Всё это проходило в районе Монрувиль-Молл, то есть торговый центр Монрувиль, где море людей, украшенных, как я сегодня. У меня, правда, не очень такой макияж получился, но это моя первая попытка. В общем, в крови, с клыками, с такими глазами, то без врачков, то ещё какими-нибудь, все вот так вот шли, и целая толпа организовалась благодаря вот таким вот фильмам. В Лондоне я посетила это мероприятие впервые в 2012 году. Вообще весь этот день, Всемирный день зомби называется, проходит он в начале октября, в первую или во вторую субботу месяца. Всё это идёт в направлении чарити, благотворительности, и люди пытаются заработать деньги в пользу пострадавших, в пользу тех, кому надо лечиться, ну, в общем, в медицинскую стезю. Таким вот образом молодёжь собирает деньги на благотворительность. Акции флэшмобов уже проходят в более 50 городах мира, и в Милане, и в Париже, и во многих штатах Америки, а также вот в Лондоне. И о том, что происходит в Лондоне, я сегодня вам расскажу и покажу. В 2012 году я буквально случайно напала на это мероприятие, оно проходило в центре, рядом с Трафальгарской площадью, рядом с Лестер-сквея. Флэшмоб он от того и флэшмоб, потому что никто заранее не знает, где он организуется и когда он будет проводиться. И вот в тот день мне удалось сделать несколько фотографий. Очень интересный мейкап, то есть настолько профессиональный. Вообще англичане, в частности Лондон, обожают все фильмы ужасов, вот этот вот хоррор, Фредди Крюгер. В общем, рисуют такие шедевры на лице, такие швы, не то что мои. Какие-то, как-то они делают это из папье-маше, накладывают на лицо дополнительный слой папье-маше и на нем рисуют такие какие-то разрывы, какие-то кровь течет, все это зубы вставляют, вот эти вот клыки какие-то. Это так страшно, особенно когда ты подходишь к ним и смотришь вблизи, вроде бы как бы издалека ты смотришь, да, у него тут шрам, да, у него тут третий глаз, там у него еще что-то, там горло открытое. Это так страшно. Подходишь, смотришь вблизи и это реально, ну, видно, конечно, что это искусственно сделано, но реально невообразимо, ты не понимаешь умом, как это сделано. Ребята, это конкретно профессионалы делают весь этот мейкап. Я столкнулась с таким мейкапом в своем обучении, когда я училась на фильммейкера. Мы с моим одноклассником, он был из Турции, как бы с ним пытались найти мейкапера, который сделает для его хоррор фильма, как раз там у него была какая-то ведьма, и ему надо было нарисовать на лице какой-то ужасающий вид со шрамами. Пытались найти такого профессионала. Знаете, сколько они берут? По-моему, 50 фунтов в час. Это очень дорогие работы, их очень долго делать, и это реально дорого стоит. Плюс к тому, в школе мы говорим про фильммейкинг, я еще расскажу, как мы обучались тому, как правильно выставить цвет для того, чтобы какой-то человек смотрелся очень устрашающе и ужасно. Вот представьте, такое вот лицо со шрамами, Фредди Крюгер прямо. Его, оказывается, надо подсветить снизу. И вот так вот у нас был один огромный такой урок, наверное, часов на пять, когда мы выставляли полностью все прожектора для того, чтобы снять какой-то фильм в виде типа Хэллоуина, что-то такое. Хоррор. Ну, как-то пытались подсветить сверху, снизу, там очень специфически надо выставлять свет, чтобы фильм получился ужасающий. Ну, об этом в следующий раз, а пока про зомби. Итак, в 2012 я не снимала ничего на видео, тогда я еще этим не занималась. 2013-14 я не знаю, почему как-то пропустилась. А в 2015-м я пошла целенаправленно в центр города искать, где будет проходить этот флешмоб. Я уже рассказывала о том, что он неуловим, их сложно найти, ты не знаешь, в какое время они будут, ты точно знаешь, но можешь покуглить и посмотреть, в какой именно день они будут там. Ну, как бы планируется эта акция флешмоба. И вот когда я узнала, в какой день, я пошла туда и прямо, не знаю, часа два-три гуляла по центру, искала, где же это проходит. И, наконец-то, напала на них. Они были на Лестер-сквейл, собирались все там. И тоже такие для меня, вот для меня просто подойти близко. Ну, так как я уже 4 года работала репортером, я уже стала работать и с людьми. Я подходила к ним близко, спрашивала, чтобы они мне попозировали. Просила их to do some acting, то есть что-то сыграть мне на камеру, потому что я снимаю видео. И они это понимали, и они прямо мне лезли в камеру вот так вот руками, и там что-то делали со своим лицом. А некоторые вообще просто такие статичные были. Ну, зомби, они и есть зомби. Ноль эмоций. Все по-разному себя ведут, но это очень интересно. У кого-то там какие-то зацепки в виде булавок были на спине, и они тянули какие-то грузы. О, мой бог! Это просто какой-то разрыв шаблонов, когда ты видишь, что вроде бы человек тянет на верёвках, при шпандорных к его спине какими-то булавками какой-то груз, и ты видишь вот это вот напряжение на верёвках, ты видишь, как у него оттягивается кожа. Скорее всего, это искусственная кожа. Ну, в общем, это настолько страшно, когда ты видишь это вблизи. И не рекомендую смотреть это людям, эмоционально неустойчивым, но, пожалуйста, смотрите, как это выглядело в 2015 году. Субтитры создавал DimaTorzok А вот в 2016 году там было очень много таких людей, у которых торчали глаза из лица, топор там из головы торчал, или внутренности было видно в животе человека. Так было страшно тоже. Мы гуляли с моими друзьями, просто, по-моему, я нечаянно наткнулась на них, или я знала, что будет проходить. Ну, в общем, тоже мы были в центре и увидели такое вот на Лестерскве. Они на Лестерскве собирались и потом пошли гулять посоха. И тоже так видят, что я снимаю, и прямо лезут к тебе в камеру, вот своими этими глазами страшными, или какими-нибудь там, я не знаю, шрамами на лице. Очень-очень страшно всё это. Но, в принципе, я уже привыкла к этому. И когда ты знаешь, что это просто такой макияж, очень профессиональный и очень грамотный, это, конечно, успокаивает, но, тем не менее, всё равно какое-то внутреннее содрогание у меня происходит, когда я снимаю вот такие вот репортажи. Чтобы найти это мероприятие, просто погуглите. Зомби-Волк это называется, или Интернешнл Зомби-Волк. В этом году он назначен на 10 октября, но, к сожалению, официальный сайт Зомби-Дня просит всех оставаться дома в связи с последними событиями. Зомби-Волк отменяется в Лондоне и, я думаю, в других мировых столицах тоже. Пока не пройдёт эта злосчастная пандемия, пока правительство снова закрыло Лондон на карантин, все такие вот массовые мероприятия отменяются. Но мы будем ждать следующий год, будем надеяться, что в следующем году всё вернётся на круги своя, и мы снова будем весело проводить время как в Лондоне, так и в любом другом городе, где мы живём или находимся в данный момент. А так, в принципе, очень всё всегда интересно, весело, ребята все. Ну, я уже говорила, в Лондоне, ну, вообще, наверное, во всей Англии, реально взрослые люди просто умеют отрываться по жизни без какого-либо алкоголя даже. И я тоже стала такой же, у-у-у, всё, что хочешь, можно делать. И это так классно, когда нету какого-то, знаете, взгляда со стороны, осуждения, ты вроде бы не ребёнок, что ты там выёживаешься. Нет, на самом деле всё это так классно, и ты, ну, может быть, до старости остаёшься ребёнком, но почему нет? Это же весёлая жизнь, это интересная жизнь, чем просто сидеть и бузить там с бабушкой на завалинке, образно говоря. Вот, так что мне нравятся, конечно, все эти флешмобы, все эти акции. Помните, я рассказывала про Санта-Кон, как у них там Санта-Клаусы по всему Лондону гуляют. Если кто не помнит, смотрите в этом ролике. Очень-очень много всяких флешмобов происходит в Лондоне, очень много различных мероприятий. Я про все вам постепенно рассказываю. Если кто интересуется бесплатными мероприятиями, или куда можно сходить и что посетить в Лондоне, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Если вам нравится то, о чём я рассказываю, или если у вас есть какие-то вопросы о каких-то мероприятиях, пишите в комментариях, я обязательно сделаю вам новое видео или отвечу в комментариях. Пока на этом всё. Не прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!